Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Одна из крупнейших русскоязычных газет «Комсомольская правда» подвела итоги прошедшего года. В списке знаковых событий 2018 года компания «Струнные технологии» была отмечена трижды. Журнал Office Life выпустил статью, в которой рассказывал о перспективах струнного транспорта в Объединенных Арабских Эмиратах. Приглашаем партнеров на бизнес-тренинги Skyway Capital, которые пройдут в феврале в Антверпене. Крупнейшая белорусская интернет-площадка о финансах и бизнесе myfin.by опубликовала статью, в которой рассказала об особенностях подбора специалистов для работы в Skyway. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Одна из крупнейших русскоязычных газет «Комсомольская правда» подвела итоги уходящего года. В списке знаковых событий 2018 года компания «Струнные технологии» была отмечена трижды. В июне Skyway объявила о переходе на автоматизированную систему производства. Внедрение индустрии 4.0 — это важный шаг к новому технологическому укладу в промышленности. Программа цифровизации позволит координировать работу всех структурных подразделений и максимально автоматизировать производство. Использование технологии индустрии 4.0 — это один из шагов струнного транспорта навстречу широкомасштабному распространению. Цифровая разработка позволяет легко передавать технологию создания подвижного состава и компонентов инфраструктуры на автоматизированные производства в любой точке планеты, пишет «Комсомольская правда». О других упоминаниях Skyway в номере читайте на нашем сайте. В новой статье постоянного информационного партнера проекта Skyway журнала OfficeLife рассказали об успехах инженеров ЗАО «Струнные технологии» в Беларуси и перспективах струнного транспорта в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот что пишут журналисты из Дании. «После многочисленных выставок и представительных визитов на испытательную площадку проекта «Экотехнопарк», во время которых под увеличительным стеклом рассматривалась белорусская новинка, проекту сделали предложение, от которого сложно отказаться. «Струнный транспорт» получил место в инновационном научно-исследовательском технологическом парке Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах. Для людей, которые следят за новостями мира технологий, Объединенные Арабские Эмираты уже успели заработать славу новой Кремниевой долины. Там находят поддержку самые смелые проекты – от летающих такси до блокчейн-стартапов. Ссылка на полную версию статьи на нашем сайте. Уважаемые партнеры, приглашаем вас принять участие в бизнес-тренингах Skyway Capital в Антверпене, Бельгия, 16 и 17 февраля. Первый тренинг «Лакшери Сейлс Бустер» пройдет 16 февраля и будет посвящен следующим вопросам. Как находить и как преодолеть страх перед встречей с крупным инвестором? Как начать отношения с крупными инвесторами? Тонкости телефонных переговоров и как сделать инвестору выгодное предложение? Точки сопротивления потенциальных инвесторов и многое другое. Участие в тренинге «Лакшери Сейлс Бустер» поможет вам избежать дискомфорта в общении с потенциальным инвестором и увеличить число успешных сделок. Второй тренинг «Скаевый Кэпитал» – дубликация. Как правильно построить успешный бизнес пройдет 17 февраля. На тренинге вы узнаете, какие шаги необходимо предпринять для создания успешного бизнеса, как реализовать дублицируемую систему работы в каждом регионе, как построить успешную партнерскую структуру, как научить дублицированию своих коллег по бизнесу и многое другое. Принять участие в тренингах можно как офлайн, так и онлайн. Для участников мероприятия будет организована бесплатная экскурсия по Антверпину. Узнать подробности программы тренингов и оплатить участие вы можете в личном кабинете Skyway Capital. Крупнейшая белорусская интернет-площадка о финансах и бизнесе myfin.by опубликовала статью, в которой рассказала об особенностях подбора специалистов для работы в Skyway. Как отмечает издание, в Беларуси нет университетской программы, способной подготовить специалистов с направлением струнного транспорта. Задачи, с которыми приходится сталкиваться разработчикам струнного транспорта, уникальны. Поэтому особое внимание в компании уделяется развитию сотрудников, умению понимать нестандартные решения. Вот что пишут журналисты myfin.by. В струнных технологиях используется специальное программное обеспечение индустрии 4.0, работать с которым в Беларуси умеют редкие специалисты. Поэтому после прихода новичка в компанию ему еще предстоит пройти курс молодого бойца, во время которого он получит навыки работы в общей цифровой среде разработки. Обучению в компании уделяется много времени. Есть и уже успевшие стать привычными для столичных компаний курсы английского языка и другие более необычные программы, которые проводятся в сотрудничестве с образовательными центрами. Ссылка на полную версию статьи на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. И помните, что SkyWay — это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.